Народный артист России Сергей Безруков частый гость в столице Черноземья. Каждый раз, встречаясь с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым, известный актер театра и кино представляет интересные творческие проекты, предлагает новые идеи. Как художественный руководитель Московского губернского театра, который он изглавляет совсем недавно, Сергей Безруков предложил главе региона познакомить воронежского зрителя с репертуаром театра и поделился планами дальнейшего творческого партнерства. То, что мы подали на Платонский фестиваль заявку от нашего Московского губернского театра, потому что есть что показать и есть спектакли, как мне кажется, достойные зрительского внимания. Нам всего буквально полгода, но тем не менее за полгода уже семь спектаклей. И из этих, причем там есть и детские спектакли, и малые формы спектакли. Из последних работ, допустим, «Бесконечный апрель» Ярослава Пулинович с Андреем Ильином в главной роли. Андрея я пригласил, но все остальные артисты мои. И получился спектакль с моим режиссером Анной Горошкиной, ученицей Хефица. Замечательный спектакль, тонкий, пронзительный спектакль. О судьбе человека, который мы смотрим, опять же, через срез всех эпох, действительно сложнейшей истории нашей страны. Очень интересный спектакль. Опять же, те спектакли, которые уже выпущены буквально полгода назад, и визитной карточкой нашла Касана Камень. Это спектакль губернский, я бы сказал, такого губернского размаха, потому что и с оркестром, и с 70 человек, и это такой губернский спектакль классический, островский. Причем оригинального решения и сценировки, потому как я соединил три пьесы и населил этот губернский город огромное количество персонажей островского. И мы уже побывали на фестивале Академии в Омске, и нас очень высоко оценили там. Два перианшлага и просто отзывы людей об этом спектакле. И спектакль идет в Москве у нас. В Москве, поскольку Московский губернский театр расположен в Москве, но принадлежит Московской области, Московской губернии. И я представляю Московскую губернию. Так что есть спектакль и Сережа Пуски Палеса, заслужив ее внимания, интересный философский спектакль «Первое-второе пришествие». Есть замечательная весна моих молодых режиссеров с Сашей Соколовским в главной роли, моим артистом. Замечательный спектакль, молодежный спектакль с таким потрясающим ощущением жизни, с таким потоком мощной молодежной энергии по рассказам Михаила Николаевича Задорного. Автор был в зале, имеет свое мнение, ему понравился этот задор, опять же от Задорного, ему понравился задор в спектакле. И вот это вот отношение действительно к самой проблематике, вот к этому ощущению, что надо жить, надо жить, надо успевать, надо жить. Вот это вот некий вектор спектакля, жить, успевать. Очень интересная история. Так что прекрасно и далеко спектакль, который уже побывал на разных различных фестивалях. Это пьеса Данила Привалова в постановке Паши Артемьева. Интересная история про ангелов. И принимается она великолепно. И насколько это спектакль действительно для души. То есть я проповедовал и буду проповедовать человеческий театр. Не то, что я первый в этом направлении. Да нет, я просто поддерживаю то классическое направление, которое существовало в театре. Поскольку я выпускник школы-студии МХАТ, то для меня очень важно содержание. Я могу играть в любой форме. Я действительно за то, чтобы спектакли имели различную форму театральную. Конечно же, это же эксперимент. Театр вообще эксперимент. Поэтому различные направления, которые существовали еще со времен начала, так сказать, советского театра. Если возьмем Таировское направление, да, Мерхольд. Там на самом деле и МХАТ классический. То есть театральные формы самые различные. Но мне очень важно содержание. Потому что, особенно в наше время сейчас, спектакли человеческие, спектакли для людей, про людей. Про простых людей, не обязательно про великих. Про простых людей. Простые отношения человеческие заслуживают внимания. О любви, о счастье. Можно рассказать о проблеме в человеческой среде. Но самое главное разобраться в ней, попытаться найти хоть какой-то выход. Театр, который должен давать надежду. Театр, который должен поднимать настроение. Театр, который, он действительно может вызывать и слезы. Но слезы — это всегда очищение. Это всегда сопереживание. Это означает, что человек включился. Он вместе с тобой вместе. Зритель вместе с тобой. Даже если он плачет, он вместе с тобой. Он воспринял это. Ну, как в храме. Недаром говорят, театр — это храм. В храме люди для очищения приходят, для души. Вот это ощущение. И плачут. И с добрым сердцем. Вот это ощущение, чтобы с добротой, с ощущением какой-то доброй энергии. Я не знаю. Даже детский спектакль, который мне поставила Алла Решетникова, «Контрелинское привидение». Это тоже классика, господа. Но вы вспомните сюжет. Пожалеть. Пожалеть. Отпустить душу. Да, не бояться, а наоборот. Разобраться. Пожалеть. Помочь. И в конце света. Что очень важно. Даже такие спектакли, как «Контрелинское привидение», допустим. Или, допустим, сейчас «Маугли». То, что, допустим, у меня сейчас ставят, Таня Владовиченко ставит. И спектакль «Маугли» на большой сцене. Такая масштабная постановка. Я как раз в этом сезоне избрал как раз для себя такое детское направление, обновление. Детские спектакли, новые детские спектакли в репертуаре Московского губернского театра. «Контрелинское привидение», «Маугли». «Маугли» – большая, огромная постановка на сцене. Саша Соколовским, причем Саша, который только пришел в театр, абсолютно стал. Губернский наш артист, мой губернский артист, причем он снимается постоянно. Он герой молодежки. То есть у него огромное количество фанаток. Он стал фанатом губернского театра. Он принимает участие. Я говорю, может быть, отдохнешь? Ты сейчас только что сыграл премьеру в спектакле «Весна» по рассказам Задорнова. Нет, я готов. Он сейчас сыграет главную роль «Маугли». И он готов играть в детский спектакль. Я поражаюсь, на самом деле, вот этому ощущению. И мне это ценно, когда в артистах, даже звездных артистах, есть ощущение, они любят театр, они преданы театру. Так что «Маугли» тоже, опять же, вырос среди волков, чтобы стать человеком. Красиво, да? Смысл великий, потрясающе заложенный. Вот. Спектакли, которые, мне кажется, рождают ощущение романтики. То, что во многом утрачено. Ощущение какой-то вот доброй, чистой энергии. То, чего нам всем не хватает, на самом деле. И мы, опять же, мы этим и живем. Нам это тоже всем очень важно и необходимо. Поэтому следом у нас будет и остров сокровищ. Опять же, очень хочется. Очень хочется бороздить моря и океаны. Очень хочется находить сокровищ. Но главное, даже не сокровищ, а вот это ощущение. Романтическое ощущение жизни. Вот, чем, собственно говоря, мы занимаемся и в этом сезоне. Что мы предполагаем делать в Московском Гумерском театре. То, что внимание есть, и то, что мне бы очень хотелось сюда, в Воронеж, привезти. Есть, знаете, когда нечего показать, обычно люди помалкивают. Ну, дабы, как говорит сам, ну, мало ли, а вдруг увидят, да? А я наоборот, господа, приезжайте в Москву. Ну, в Москву ехать еще надо. Мне бы хотелось, наоборот, привезти и показать. Потому что есть, что показать. Спектакли. Нам это всего полгодика, а есть, что показать. Потому что классическое направление театра. Театр для людей, театр для души. Есть, что показать. Разные спектакли по направлению. Ну, одно направление, человеческий театр. Так что очень бы хотелось вывезти сюда. Да, практически невывозимую, неприподъемную. Но, тем не менее, в Омске мы были. В Санкт-Петербург. Сейчас у нас пример будет. В Санкт-Петербурге нашла коса на камень. Мы поедем в Казани. Нашла коса на камень будет и там. Этот спектакль, как визитная карточка Московского губернского театра. Так что я надеюсь, что помогут. Надеюсь, что мы совместными усилиями сделаем так, что праздник будет. И в Воронеже, потому что это спектакль-праздник. Это спектакль, который относится к эпохе 19 века. Как эпохи потрясающе красивых людей, которые одевались в потрясающе красивые одежды. В которых, на самом деле, жили те же самые характеры, что живут и в нас. Потому что Островский — это те же самые русские характеры. Сочные, колоритные. Те же самые пороки и честь и достоинство. И все, что есть, на самом деле, в русском человеке намешано, о чем писал Островский, все это есть и сейчас. Но люди из той эпохи, которая действительно походит на нас, уж будем хочется посмотреть ту эпоху. И в этом спектакле это есть. Плюс, опять же, мой друг, товарищ, Димаш Дюжев, Дмитрий Петрович Дюжев, с которым мы уже, по-моему, не разлили вода. Да, мы с ним сколько снимались, сколько... Я у него, опять же, снимался, как у режиссера. Потом я пригласил его как режиссер, пригласил его сыграть главную роль в спектакле. Он согласился, и он стал частью команды. И он очень любит Московский и Губенский театр. Очень любит, на самом деле, мою команду, моих артистов. А артисты мои — и Гали Букашевский, и Антон Хабаров, и Карина Андоленко. Это все, опять же, звезды нашего российского телевидения и кино, которые являются артистами Московского губернского театра. Так что есть что показать. И очень бы хотелось привезти сюда, в Воронеж, спектакль Московского губернского театра. Потому что тем более мы действительно ближе, как сегодня Алексей Васильевич сказал, мы действительно родные практически люди. Как Московская губерния, Воронежская губерния, мы даже так вот очень по-родному звучим. Две губернии. Красиво.